Добрый вечер, уважаемые друзья. Понедельник в эфире программа «А так ли это?» и в студии с вами Мария Макарова, Александр... Да что ты... Алексей Васильевич Капранов. Добрый вечер. И прежде чем я представлю наших гостей, небольшое вступительное слово. 13 ноября отмечался Международный день слепых и в субботу в городе проходила социальная акция «Жизнь с закрытыми глазами». Участникам предлагали одеть повязку слепыш и продолжить выполнять свои обычные запланированные дела, встречаться с друзьями, гулять по городу и осуществлять прочие заботы простого будничного дня. Если вы участвовали, дорогие друзья, в акции, о своих впечатлениях, о своем новом опыте, вы можете поделиться со слушателями непосредственно сейчас, в течение этого часа. И вопрос также вам. Максимальное время, которое вы можете провести с закрытыми глазами. Для этого звоните нам и рассказывайте по телефону 65 8105 08 125 бесплатный Билайн, 0022 бесплатный Мегафон, ICQ 440 124 022. Ну а теперь я представляю наших гостей. У нас в студии сегодня Павел Сяков. Это компания «Алтай Трофи» и организатор акции. Непосредственно, добрый вечер, Павел. Здравствуйте. И Дмитрий Прокопьев, человек, который прожил в полной темноте в течение четырех месяцев и знает, что такое быть слепым не понаслышке. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Дмитрий Прокопьев. Но представление, что значит быть слепым и вообще изолированным без этого видеосигнала в жизни, очень сложно было. И тут мы составляли план на месяц. Это было ещё значительно раньше. И решили сделать такую акцию. Посмотрели в интернете, а особенно никто ничего не делал. И вот наткнулись как раз на интервью Алекса Дубаса, где он давал обоснование своему поступку. Он говорит, это никакая не акция, просто у меня вот уже давно есть такая фобия, что я боюсь ослепнуть. И я вот решил вот сделать такой поступок, заклеить глаза и, соответственно, перешагнуть этот страх. А цель акции вообще была какова? И на ваш взгляд, она удалась или нет? И была ли эта самая цель достигнута? Наша цель была такая, чтобы дать возможность людям почувствовать, прожить вот эту жизнь с закрытыми глазами. Потому что помогать, это понятно, как-то здесь сопричастия, соучастности нет. А вот когда ты сам одел вот эту повязку и оказался в этом состоянии, вот здесь вот, когда ты на себе уже примеришь вот это вот чувство опасности, новый опыт, тогда ты уже совсем по-другому будешь относиться к этим людям, которые там незрячие или слеповидящие. Ну вот мы на сайте altapress.ru выложили материал о том, как проходила акция и как наши корреспонденты ходили с закрытыми глазами. Вот их комментарии, можете заходить, посмотрите altapress.ru. И комментарии на сайте от читателей, они как всегда полярны. Одни говорят, что акция такая полезна, другие говорят, что зачем нужны такие акции, лучше бы деньгами помогли. Вот что бы вы ответили таким людям? Ну, деньгами здесь можно, как это сказать, я не говорю, что деньги это помощь какая-то бесполезная. Да, они нужны безусловно, но где сопричастие? Вот иногда вот как раз этого понимания сопричастности, а что же им нужно-то? А вот эти люди, они стоят, бывает, на перекрестках, и их никто даже не переведет, даже не спросит, нужна ли им помощь. Я сам в этой ситуации был. И вот здесь деньги, они не помогут. Вы во время акции проводили вот непосредственно такой эксперимент? Те, кто так и что переводили через дорогу? Ну, во-первых, я сам одел слепыш и несколько часов был в этом состоянии. И мы ходили, конечно, по двое, там кто-то был поводырем, а кто-то вот в слепыше. И подводили к перекрестку человека в слепыше, и поводырь отходил. И вот как вот будет реакция окружающих? Можно было там стоять очень подолгу. 10-15 минут – это вообще норма. Все подходят и обходят. И очень мало людей, кто подходит, вам нужна помощь? Очень мало людей. То есть это один из ста где-то. А я… Уже пора. Пора уже. То есть я тоже столкнулся с этой проблемой. И у меня тоже не то чтобы фобия, но когда-то, 10 лет назад, когда я вляпался в сахарный диабет, вот нас сразу начали пугать и сказали, что первые осложнения идут именно на глаза и на ноги. То есть у диабетиков пропадает зрение и отнимают ноги. Вот со зрением мне пришлось сразу так задуматься, и я начал хотя бы по квартире перемещаться с закрытыми глазами. Начал пробовать этот, ну для себя, этот способ жизни. И узнал очень много нового, очень много интересного. Я подумал, что как, потеряв зрение, не перестать участвовать в этой жизни. И для меня это было важно, насколько я смогу, что я смогу делать, как я могу быть полезен. Более того, хотелось бы, даже потеряв зрение, ну зарабатывать деньги как-то, чтобы хотя бы быть не обузой семьи. И я начал пробовать именно в этом отношении, а потом удивился и понял, что это очень большое психологическое значение имеет совершенно другое восприятие реальности, другое восприятие себя. И однажды, проводя клуб, я предложил всем, кто пришел на клуб, сказал, попробуйте вы, ничего не делая, а просто поучаствуйте. Точно так же в обсуждении, точно так же в жизни клуба, то есть не вставая со стульев. Ну можете вставать, если, конечно, перерыв, можете снять повязку, можете, ну какое время вы выдержите. И людям предложил одеть, то есть кто чем, подручными способами, не было слепышей. То есть завязали глаза, сели и началось, и это было очень интересное действие, потому что на каждого это состояние оказывало свое влияние. Одна женщина просто расплакалась и ушла. Так, одна сидела, она потом рассказывала, я сижу, говорит, и злюсь. Я не могу понять, почему, потом, когда мы поразбирались, оказывается, все участвуют в разговоре, а я привыкла наблюдать, и как ко мне относятся, как воспринимают меня, а тут я не вижу, как меня воспринимают, возможно, я выгляжу дурой, возможно, еще что-то. И я сижу и смотрю, нарастает неконтролируемый гнев, вот. Он просто, он нарастает сам. Не то, что я вот сижу и думаю, вот какие вы, а он растет сам. Кто-то еще, девчушки сначала смеялись, потом поняли, что лучше объединиться, и они вдвоем там пытались налить как-то чай в стакан или еще что-то это надо было. То есть трудности были во всем. Я говорю, а не трудно было взять, попросить, но хотелось самим. И поэтому там была куча разлитого чая, куча рассыпанных печенюшек по столу. То есть все было весело, на первый взгляд. Но когда сняли, им было не весело. Они даже не представляли, насколько восприятие мира зависит от того, что ты видишь. И более того, у нас был очень интересный такой момент, что отпадает половина целей. Вот если тебе закрыть глаза, какая разница, сидишь ты в Барнауле или в Париже. И половина ценностей просто рушится. И перестроить свою жизнь совсем с другим восприятием этого мира. Только вот даже напоминание об этом уже очень здорово требушит внутренности черепной коробки. Иван, интересуется в чате тема сочувствия. Можно и так сказать, Иван, тема сочувствия. Мы говорим о прошедшей акции «Жизнь с закрытыми глазами», посвященной Международному Дню Слепых. И в том числе говорим о сочувствии. Пусть это будет продолжением прошлой темы о терпимости. И я напомню, все наши контакты 658105, это городской номер 08125, бесплатный Билайн, 0022, бесплатный Мегафон. Вы можете нам писать по ICQ 440 124 022. И заходите на нашу онлайн-трансляцию altapras.ru slash live. И там же чат, где вы можете писать. Так, ну вот здесь уже слушатель спрашивает, а почему гость 4 месяца провел в темноте. Я сейчас предлагаю послушать рекламу. И затем уже Дмитрий расскажет конкретнее о себе и о той ситуации, которая произошла с ним в жизни. Ну вот также слушатель пишет. Странная акция, чтобы поучаствовать, почувствовать себя слепым, можно попробовать собраться на работу рано утром, не включая свет. Ну вот нахождение в квартире с закрытыми глазами и нахождение на улице с закрытыми глазами – это разные жизни. Это разные жизни. Когда нет опасности, ты… ну не обостравится у тебя определенный… Более того, ты помнишь, как в комнате все расположено. А как расположено на улице, ты не то, что не помнишь, ты даже не знаешь. Ну что ж, у нас сейчас реклама, и затем мы вернемся в студию. И еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Серебряный дождь» в Барнауле. Программа «А так ли это?» И в студии с вами сегодня Мария Макарова, Алексей Васильевич Капранов, психолог. И у нас сегодня в гостях Павел Сяков, организатор акции «Жизнь с закрытыми глазами», которая проходила в субботу буквально. И Дмитрий Прокопьев, человек, который знает о слепоте не понаслышке, который прожил, в общем-то, в полной темноте в течение четырех месяцев. И вот теперь мы… Ну сначала я задам вопросы, конечно же. Вопрос вам, дорогие друзья. Сочувствовать – это значит понимать, что чувствует другой человек. То есть чувствует то же самое. Попробуйте угадать или поразмышлять, что чувствует незрячий человек. И как вы думаете, какие страхи появляются у человека, который не видит. И плюс, может быть, вы так же, как Алексей Васильевич на колбе проводил такой эксперимент, или как Павел. Какое максимальное время, которое вы смогли провести с закрытыми глазами? Наши телефоны 65-8105-08-125, бесплатный Билайн, 0022, бесплатный Мегафон, ICQ-440-124-022. Итак, Дмитрий, ну давайте к вам. Начнем с чего все началось, как что случилось и к чему это привело. Ну, как бы в один период было обнаружено заболевание. Как бы сначала один глаз у меня слеп, в течение какого-то времени жил с одним глазом. Ну, потом в течение месяца потерял зрение вообще, как бы. Ну и вот как-то все так неожиданно случилось. Как бы никогда не думал о том, что окажусь в такой ситуации. Как Алексей Васильевич говорил при проведении их эксперимента, что люди злились, как состояние гнева. Да, что-то подобное как бы и со мной происходило. Злился на себя, на окружающих, на ситуацию. Не мог понять за что, почему как бы со мной это случилось. Ну и как-то со временем... А потом это проходит, потом идет принятие ситуации или нет? Да, принимаешь, конечно, принимаешь. Стараешься как-то с этим смириться. Но тем не менее, как бы внутри всегда это вот состояние такое, что близок к тому, чтобы сорваться. Ну, помогали друзья, родственники, как бы все спрашивали, почему ты не впадаешь в депрессию, чем живешь. Ну, как-то был близок к тому, чтобы впасть в состояние такое, как бы депрессивное. Но выбрался как бы. Алексей Васильевич, а как действительно вот приходит к вам на консультацию человек, с которым случилось что-то вот подобное? Что вы ему будете говорить? Как вы поможете ему принять эту ситуацию? Или человек сам должен это сделать? Если честно, я еще пока не знаю. Ко мне еще вот так не приходили. А если сейчас подумать? Ну, сейчас в эфире можно я не буду. Это надо действительно думать, разговаривать с человеком. Сейчас я не смогу не смоделировать ничего. А думать, да, на эту тему, это надо спрашивать. Я, во-первых, с какой тем, ну, с какой проблемой человек прошел? Потому что проблема, что я ничего не вижу, это не проблема. Почему? Это данность. А вот проблемы – это наше восприятие этой данности. То есть каждый воспринимает по-своему. Почему? Каждого раздражает свое. Каждый злится на свое. Каждый отчаивается, опять же, от своего. И у каждого своя сложность. Я почему учу думать не так, жить, попытаться хотя бы чуть-чуть нестандартно. Ну, я говорю, представьте, ну, трудности. Вот попробуйте жить, например, говорю иногда, спрятав правую руку в карман. Пройти хотя бы час в квартире, все поделать, спрятав правую руку в карман. И ничего я не делаю. А особенно сходить в туалет. Это так бывает, не фонтан. То есть еще и еще. То есть понять людей, которые в гипсе, понять людей, которые… То есть все по-другому. Все по-другому. И вот научиться думать по-другому – это, наверное, самая большая сложность. И одна и та же, ну, скажем так, ситуация вгоняет в разные состояния разных людей. И почему у каждого свои страхи, у каждого свои проблемы. То есть работа над проблемами – ясно, что я психолог. И зрение я не верну. А вот что в этой ситуации? Это уже другое. Я зачитаю то, что пришло на чат к нам. Иван пишет. Я, наверное, циник. Мне кажется, у людей, ограниченных в зрительном восприятии, есть преимущество. Лучше обычных слышать, тоньше чувствовать. Слепые знают, что они лишены зрения. А ограниченные в умственном развитии ничего не понимают. Кто из них счастливее? Ната пишет. Одна минута в темноте. Страх чувствую. Жизнь в тупике. И слушатель пишет. Вопрос к гостю. Дмитрий, для вас. Правда ли, что с закрытыми глазами еда другая? Ну, не знаю. Насчет другой еды. Как бы, видите, я слепой был не с рождения. Как бы это приобретенное у меня. Ну, насчет еды не знаю. Ну, вот смотрите, вы приняли эту ситуацию. Смирились, скажем так. Какие-то преимущества, действительно, о которых пишет Иван, вы нашли или нет? Ну, преимущества навряд ли. Как бы, преимуществ точно не было в том. Даже одни минусы, как бы, скажем так. Потому что, как бы, все, чем жил, как бы, там... Я вообще по профессии был столер, как бы, очень любил заниматься деревом. И, соответственно, мое состояние, как бы, лишило меня этой возможности. Ну, и всего остального. Павел хотел сказать по поводу... А, кстати, по поводу еды. Мы специально вот одевали слепыши супругой. Сначала она, а потом вечером уже я. Вот есть вообще очень прикольно. Ну, мягко выражаясь. Во-первых, когда суп, ну, понятно, там, нащупал тарелку и там хлебаешь, хлебаешь, хлебаешь. А когда тебе положили в кафе, а сейчас любят же вот такие вот тарелочки, там, на пол стола. Большие, да. И ты вилкой вот гоняешь, гоняешь там. Ты понимаешь, что там что-то есть. Ну, ты это никак не можешь загнать. И нож-то, он не помогает. Там на канчике ножа тоже нет каких-то там этих чувствительных рецепторов. И вот прям сильно охота вот так залезть туда рукой и все это рукой съесть. Ну, гонял, 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 гонял. И пустую вилку в рот там тягал. Ну, очень устаешь. И, соответственно, на вкусе уже меньше концентрируешься. Тебе главное бы уже что-нибудь поймать. И вкус действительно немножко как-то уходит на второй план, нежели сама цель поесть. Ну, вот у меня прабабушка была моя слепая. И я помню, что, в общем-то, с детства я уже экспериментировала подобным образом, понять, что значит быть слепым. И я помню, как она ела. То есть я научилась, как нужно наливать, например, там воду себе в темноте, что нужно палец опустить в кружку. И я видела, как она ела. Я помню, что она ела всегда двумя руками. То есть несет ложку, а другой она как бы ее фиксирует, координирует, поддерживает и ко рту подносит таким образом. Вот. Дмитрий. Ну, теперь давайте, наверное, раз нам никто не пишет, не звонит и не рассказывает об ощущениях, которые может испытывать человек без зрения, тогда мне бы хотелось перейти уже непосредственно к ощущениям Дмитрия. Да, Алексей Васильевич. Я хотел еще спросить, Павла, как прошла акция именно? Ну, я-то могу сказать так, что было роздано столько-то слепышей, столько-то листовок, а обратную связь мы предлагали либо на радио позвонить, либо на сайте «Алтопресса» ставить обратную связь. И вот как-то вот, не знаю, как ее оценить, я не знаю. Вот я почему еще раз хочу обратиться к слушателям. Кто, может быть, слышал, кто, может быть, участвовал, вы позвоните, скажите. То есть у вас есть время там, пока Дмитрий будет рассказывать, его слушая, но собраться с духом и позвонить нам. 65-81-05, 08-125, бесплатный и короткий билайн, 0-0-22, бесплатный и короткий мегафон. Вы можете нам также писать. Наша онлайн-трансляция altapress.ru, слышь лайв, и ICQ 440-124-022. Ну, вот у нас уже, похоже, есть телефонный звонок. Сейчас узнаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, мы вас слушаем. Честно, я вот не слышал ту акцию. Опыта у меня такого большого, слава богу, нет. Он опять терял зрение. Сделали операцию достаточно удачно. Время практически восстановилось. Я наблюдал за ним, когда это все случилось. Ну, честно, никому бы этого не пожелал. Для меня это, лично для меня это трагедия. Если я потеряю зрение. Все остальное, рука, нога, это не столь важно. Слух, вкусовые там что-то, время в моей жизни, да и в жизни, наверное, любого человека, играет очень большую роль. Ну, это все, наверное, что я хочу сказать. Спасибо большое, Михаил, что позвонили нам. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. 65-81-05. Ждем. А пока Дмитрий рассказывает нам вот уже непосредственно о своих ощущениях, с которыми он жил в течение четырех месяцев. Ну, вот ощущения как бы уже подзабылись, конечно. Да, со временем как бы достаточно какие-то навыки стали появляться. Так хотя бы мог сам себе там чай налить, как бы. Все равно как бы в квартире, да, я знал, как она выглядит. В этом было проще. Тяжело было в незнакомых помещениях. Ну, что еще-то? Вы скажите, вы вот в это время спокойно выходили на улицу или вы ограничили себя? Ну, я себя ограничивал самостоятельно. Я не выходил, потому что я вообще ничего не видел. А с женой, как бы с друзьями, когда вот было с кем, я, конечно, как бы пытались меня всячески там веселить. Мы в клуб ходили даже было такое. Ну, друзья поддерживали. Каковы были страхи? Страхи... Страхи, что это навсегда. Ну, тем не менее, они недостаточно, как бы. Я все равно верил, что рано или поздно что-то мне поможет, медицина как-то. Что я был уверен в том, что я не останусь слепым навсегда. Ну, и как-то достаточно, наверное, вот как слепые люди, которые вот с рождения слепые, я не понимаю их, наверное, как бы не могу понять их ощущений. Потому что, ну, по-другому у меня. Ну, случилось так, да. Но... То есть, проще говоря, ты знал, что такое красный. Ну, да, да, я знал, что такое красный. У нас есть звонок. Алло. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Вы знаете, вот люди, которые верят в то, что они все-таки восстановят свое зрение тем или иным способом, но вынуждены какое-то время жить и оставаться в социуме без зрения, они, естественно, совершают маленький подвиг, который и важен для них, и для их близких. И поэтому они, значит, и стремятся к свету, в прямом смысле слова, потому что мы видим этот свет своими глазами. Вот, а люди, которые имеют зрение, к сожалению, как в русской пословице, имеем, не храним, утративши плачь. Значит, и вот я хотел бы закончить свою, значит, речь тем, чтобы призвать граждан беречь свое зрение. Значит, не только от механических повреждений там или каких-то иных химических, но и в прямом смысле, значит, когда мы читаем, видим, значит, смотрим телевизор или вообще, значит, делаем что-то такое, или работаем, допустим, беречь свое зрение, беречь свои глаза. Это важно без этого никуда в современном мире. Потому что большая часть информации мировой к нам приходит через органы связания и зрение особенностей. Спасибо, Дмитрий. Ну, не поспоришь с Дмитрием. Ну, да, вот я еще хочу заметить, наверное, все-таки у меня в этот период как раз родился второй ребенок, сын Данилка. И как бы у меня был стимул, чтобы как бы бороться с этой проблемой. Потому что, ну, я, сын рос на глазах, как бы, надо же это все видеть. То есть сына вы не видели? Как бы видел. Ну, вот у меня уже зрение я уже утрачивал. Я, как бы, там оно постепенно уходило. Ну, и вот потом не видел, как бы, вот первые шаги. Я пропустил, как бы, вот эти моменты. Ну, что случилось, то случилось. Иван пишет. В незнакомой для нас пещере погас фонарик. Была паника. Затем успокоились. Вспомнили про сквозняки и вышли. Запомнилось на всю жизнь. Семен пишет. Зрение – основной источник информации. Кому интересно, проще адаптироваться в социуме? Человеку, потерявшему зрение, или с рождения незрячими? Ну, об этом можно только догадываться, наверное. Я не знаю. Как вы думаете, Алексей Васильевич? Нет, потерявшему зрение. Проще адаптироваться? Да. Почему? Потому что у него есть какие-то накопленные навыки общения в этом социуме. И он хоть что-то про этот социум знает. Владение информацией помогает. Поэтому одно дело додумать, допредставить и так далее. Если нет определенной информации, но она у тебя была накоплена, это одно. А когда ты вообще не имеешь понятия, и как объяснить человеку, опять же, я сказал, как объяснить человеку слепому от рождения, что такое красный, я не знаю. Дмитрий, а с какими проблемами вы столкнулись непосредственно, когда входили в социум? В чем были основные сложности? У вас там палка была, которая помогала вам приходить? Ну, мне выписывали ее, отправляли в БИСК, чтобы в Центр реабилитации для слабых и слабовидящих, чтобы научиться пользоваться тростью. Нет, до этого не дошло, потому что я именно противился тому, что я слеп навсегда. Я не хотел, я вот когда пришел на ВТЭК, на комиссию, сначала вот мне дали первую группу, сказали, все, забудьте, что вы видели, вот езжайте, учитесь ходить. Обнадеживую еще. Да, очень тяжело, вот в ТЭКе, вот этим СЭКе, сейчас они как-то называются по-другому. Все для людей. Да, это очень страшный орган нашей медицины или медицинской статистики, что они гвоздь последний забивают в крышку грубо. А когда я пришел к ним уже после операций многочисленных, они искренне удивились, что я вижу, даваясь меня скорее в группу снимать, что... Ну, вот так вот. Ну, первейшая проблема, это, конечно, перемещение в пространстве, что, ну, самому не выйти, там, какой-то вопрос не решить самому, что только с поводырем. У меня вот жена все время водила. Угу. Как через дороги переходить? Опять же, только с поводырем, самому никак. Я никогда не пробовал. Я знаю только один у нас, вот на Красноармейском, с высозвуковым. Да, 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 да. А где еще, я даже не знаю, если честно, у нас в городе. Ну, у нас город не приспособлен, как бы для жизни инвалидов каких-либо, то не было. Семена, интересуется, как у вас сейчас дела, какое зрение и вообще какие прогнозы? Прогнозов врачи не делают. Один глаз у меня видит 30%, второй видел он немножечко, сейчас как бы не видит опять. Ну, все, как обычно, убирается в финансы. Нужно ехать, лечение, как бы, лечение самого обходится бесплатно мне. Наш алтайский край здрав, очень тяжело с него квоты на операции, на эти, выдавить. Ну, когда я уже в тяжелом состоянии, там, в один период между операциями поступил в Новосибирск, мы уже все бросили здесь, здесь никто помочь не мог мне. Ставили анальгин с димедролом, а боли были такие, что в пору, как бы, вообще жизнь кончается самоубийством было. Приехали в Новосибирск, и мне сказали, что вы про своих забудьте, приезжайте всегда к нам, и мы вам от своей, от Новосибирской области, как бы, все эти операции проведем. Там, видите, там пансионат, и проживание дорогое в нем. А операции, как бы, они длительные, там, по 20, по 25 дней находишься в клинике, и, как бы, там, выходит, там, около 25-30 тысяч с человека проживания. Вот, если с поводырем, то, соответственно, это еще больше. Понятно. Ну, что ж, мы сейчас послушаем рекламу, и мы затем вернемся в студию. Добрый вечер, дорогие друзья. Радио «Серебряный дождь» в Барнауле. Программа «Атак лета» в студии Мария Макаров, Алексей Васильевич Капранов, психолог, Дмитрий Сяков, компания «Алтай Трофи», организатор акции «Жизнь с закрытыми глазами», и Дмитрий Прокопьев, человек, который прожил в полной темноте 4 месяца. Итак, мы продолжаем. Дорогие друзья, вам вопрос, в общем-то, остается все те же, как вы думаете. Сочувствовать – это, значит, понять человека и понять, что он чувствует. Попробуйте угадать или поразмышлять, что чувствует незрячий человек. И как вы думаете, какая помощь действительно необходима незрячим? И что вы все молчитесь? А, кстати, Дмитрий, вы говорили, что у вас 4 месяца было такое состояние, почти депрессивное. И кто помог вообще? Близкие, родные как-то вообще включились в эту борьбу вместе с вами? Или все-таки как-то наоборот многие отвернулись? Нет, тут в этом, конечно, спасибо всем друзьям, родственникам. Никто не отвернулся, все всегда старались помочь, и морально, материально, кто как мог, тот так помогал. И депрессию эту мы мою как-то сдерживали внутри. Все вместе. Да, тяжело, конечно, было, все равно это пыталось пробиться как бы наружу. Каждое утро просыпался, и думал, может, это приснилось, может, это не со мной. И пытался вглядеться, и ничего не видел. Ну и друзья, да, молодцы, спасибо, помогли. А какая помощь необходима? Вот именно ежедневно и ежеминутно? Вот что труднее всего было? Делать самостоятельно, имеете в виду, да? Да. Да все. Все, понимаете, как бы, ладно бы, если уже какие-то навыки были слабовидящего, а тут как-то хоп, и все, я ничего не мог делать сначала. Ну, конечно, помощь нужна была во всем. Там поесть сначала самостоятельно не мог, ну, ничего не мог самостоятельно. Все это приходило, как бы, со временем. Уже научился перемещаться, как бы, в не очень знакомых местах, там, осязательно, соответственно. Ну, и прочие моменты. Слух, да, обострился был вопрос, кто-то спрашивал, что плюсы есть в слепоте. Да, слух обострился, но со временем, вот как зрение слегка вернулось, как бы, чувство подугасло, но, тем не менее, до сих пор отличаюсь острым слухом. Вот, и можно я еще пару слов? Буквально, как раз, не более месяца назад я ходил на почту получать пенсию, и выхожу, вот человек, который попробовал, уже замечает вот те движения, которые, ну, то, что называется знакомые. Я выходил из почты, выхожу и смотрю, человек правой ногой делает мелкие-мелкие-мелкие шажки, такие поступательные, хоп, где-то боковым зрением заметил. Сразу подхожу, то есть, видно, что мужчина, ему где-то лет 50, я подхожу, здравствуйте, вам помочь? Я говорю, ну, вы же плохо видите, ну, я вижу, ну, плохо, но вижу. Я говорю, давайте, вам помогу, вам куда пройти? Не-не-не, ничего не надо. И я смотрю, человек боится чужой помощи. Я говорю, вы мне скажите, куда вам надо? Мне вот до магазина дайте, я говорю, пойдемте, я вас доведу. Да я сам дойду, я говорю, не, давайте я вас доведу и мне спокойней, и вам спокойней. Вот после того, как я несколько раз попытался и для себя попробовал, что такое на улице пройти хотя бы 5-7 метров, ну, так, для себя, я уже заметил вот эти характерные движения. И вот прочувствовав то, что чувствовал этот мужчина, я просто не мог отойти от него, чтобы не проводить его до магазина. Вот когда я его довел до магазина, до косяка, вот раз, рукой положил, все, это магазин, спасибо. И с каким я счастьем пошел, я просто представил, сколько бы нужно было пройти, и более того, предупреждая о лужах, это тоже, и оказывается, даже мелкие камушки, то, что для нас, мы просто не замечаем, мы их перешагиваем, а они иногда так сбивают с места, и более того, держать направление, это очень тяжело. Даже человеку зрячему держать направление, это вообще очень тяжело. И вот от близкого, кстати, вот помощь принимается легче, чем от постороннего. Боишься человека как-то напрячь, что ли. Стать абузой. Да, стать абузой именно, что к чужому и обратиться, как бы не обратишься, наверное, даже. А вот мы говорили о сочувствии, о том, что сочувствие – это как раз полезное, необходимое чувство, которое должен испытывать любой нормальный человек, и говорили о жалости, о жалости, чувство как раз, которое не нужно испытывать к людям, которые чем-то от нас отличаются, да? Дмитрий, ты ощущал жалость от кого-то, от кого-то из близких или еще что-то? Или не из близких людей? Ну как, она жалость смешанная с сочувствием, наверное, все-таки. Конечно, им было жалко от меня. Но, тем не менее, что вот никто, ой, там, ты бедный, несчастный, как бы такого не было, что все-таки это, наверное, не жалость, это больше сочувствия было. Алексей Васильевич, вот расскажите нам все-таки про сочувствие. Чем полезно-то это чувство? Сочувствие, я считаю, что сочувствие, оно является, во-первых, в жизни самым главным, а во-вторых, оно конкретизирует помощь. Вот когда ты понимаешь, что человеку необходимо, ты оказываешь именно эту помощь, которая нужна. Потому что вот по запросу, да, спрос рождает предложение, а я не знаю, что человек, более того, люди, которые не один раз попросили о помощи и сотни раз получили отказ, они перестают просить. Они боятся просить. И как угадать, что человеку необходимо, что помочь? Почему вот, когда зашел разговор о деньгах, да, понимаете, половина из нас, нам дешевле откупиться, нам дешевле сунуть деньги и уйти, чтобы не думать об этом, чтобы не знать эту проблему, в надежде, что меня это не коснется. И я все время призываю к тому, чтобы, если вы хотите помочь, вы, наверное, сначала или спросите человека, нужна ли моя помощь, а потом уточните, какая. Потому что вот, а для того, чтобы действительно конкретизировать и знать, какая нужна помощь, а вы на себе испытайте. Это первое. И второе, понимаете, мы привыкли получать все, что нам дадено, ну там, Богом, природой и так далее, как должное. Мы перестаем радоваться и начинаем сетовать. Потому что, если взять 90% нашего населения, оно живет с настроением «не додали». Государство не додало, Бог не додал, муж не додал, жена не додала, дети, скоты неблагодарны и так далее. А вот когда ты лишился, и ты понимаешь, какой для тебя это был дар, вот тогда ты начинаешь ценить то, что у тебя есть. И вот это счастье, вот я сейчас, Дмитрий видит 30%. Вот даже видеть то, что называется дверной проем, это, по-моему, уже счастье. Я ничего не перепутал? Абсолютно нет. Я счастлив в том, что есть, и как бы… Ребенка своего видеть каждый день. Да, я хотя бы сейчас могу сам за собой последить, и живу вполне полноценной жизнью с таким зрением. Кстати, я вот еще хотел сказать, что то, что приобретается очень за короткое время смирение, и вот как-то вот ты понимаешь, а ты зависим, и можно, конечно, там злиться, не злиться, а ты в любом случае зависим. Когда подойдя на перекресток, и я там стоял, думаю, ну вот у меня же на слепыше написано «Жизнь с закрытыми глазами», глаза закрыты. Я сначала думал, я сейчас подойду и попрошу кого-нибудь, и я прислушивался, и я не слышу, есть ли кто зимний или нет, потому что шумят машины, я чувствую движение воздуха, кто-то мимо ходит, а рядом стоял в воде, ну в пяти метрах, он говорит, а люди проходят, некоторые даже не поднимают глаза, а некоторые читают и обходят, уходят. И вот я когда только почувствовал, что где-то здесь шаги, вот я говорю, «Вы можете меня перевести?» А они такие «А, да-да-да-да-да». А так вот, как-то вот, я не знал, что я думаю, ну вот если надо помощь, они попросят. А сам оказался, да я рад бы попросить, а я не знаю, сейчас кого-нибудь, столб рядом со мной или человек, я не чувствую, я не слышу, потому что у меня еще нет этого, я не знаю, может это приобретается как-то? Ну, не, все равно, человек, проходящий мимо, если мы расположенные к контакту, мы видим, смотрят на нас, не смотрят, куда человек смотрит. И не к каждому же мы, даже зрячей, обращаемся за помощью. А представляете, каково тяжело обратиться человеку, который даже не знает, кто в какую сторону и идет ли, или вообще это, что это. То есть не видя. У нас есть телефонный звонок. Ой, убавьте, пожалуйста, радио. Да, все убавила. Спасибо большое, как вас зовут? Меня зовут Мила. Мила, очень приятно. У меня, знаете, вопрос к Дмитрию. Вот я еду в пробки, все слушаю и слушаю, может быть, когда зазвучат слова в адрес жены. То есть какую она роль сыграла вот в этом периоде вашем. Насколько я поняла, то есть вся нагрузка легла в основном на нее. И я вот не услышала благодарности вот именно в ее честь. То есть о друзьях было упомянуто, а вот жена, расскажите, пожалуйста. Спасибо большое, Мила. Ну, Дмитрий говорил. Ну да, вся нагрузка как бы легла на плечи жены. Ей отдельное спасибо. Как бы, ну, этим, как бы, конечно, не ограничивается. Она знает, как я ей благодарен, что не отвернулась от меня как бы в такой ситуации. Как бы, ну, и жена у меня человек-герой, которая осталась со слепым мужем, с двумя детьми. Ну, сложная была ситуация, но справились. Как жену зовут? Надежда. О, это отличная. Ну, лично. Надежда должна слушать. Надежда, вам привет и огромное спасибо. И еще огромное восхищение от всех мужчин, находящихся в этой студии. И женщин. Иван в чате пишет, мне кажется, главное для незрячих чувствовать себя неущербно и компенсировать свое «Я за счет умений и навыков». И он же пишет, думаю, что напрасно незрячих детей учат отдельно от обычных. Да, я думаю, не только незрячих. И если не каждый день, то, мне кажется, такие дети разные, они должны встречаться хоть раз в неделю в обязательном порядке. Тогда бы как раз и сочувствию мы бы учились с самого раннего детства. Как думаете, Алексей Васильевич, согласны, нет? Ой, да я тут что-то зачитался, то, что пишет. Я не знаю, вот учиться, учиться надо всему. И более того, я понял, что самое главное учиться, это осознание собственного бессилия. Потому что ничто нас так сильно из себя не выводит, кроме этого. Я понял, что все проблемы, какие бы мы ни взяли, любую психологическую проблему, дном всех психологических проблем является осознание и принятие собственного бессилия. Неважно, в какой ситуации. Любая ситуация, вот это осознание собственного бессилия. И как оно бесит, как к нему привыкнуть. И почему вот эта молитва обстинских старцев, да, что я могу изменить, и что я не могу изменить. И мудрость отличить одно от другого. Вот это одна единственная человеческая проблема. Что я могу изменить? Я буду это менять, я буду стараться. И в этом месте ни в коем случае нельзя терять надежду. Но то, что я не могу изменить, даже на текущий момент, это надо принять без гнева. И вот это деление, умение мыслить так, и умение понять, что я вообще слаб, и я в любой момент могу лишиться всего, просто всего. И если у человека возникла какая-то фобия, страх, а что будет, если переживите, любой страх переживается шагом вперёд. И я почему, когда Паша сказал, что вот будет проводиться такая акция, я говорю, за всеми четырьмя, слава богу, пусть люди почувствуют. Хотя бы не пусть, ну не знаю, будут они помогать, не будут, это уже другое. Но люди, которые смогут это понять, они поймут, что есть другой мир. Это они немножечко, ну больше будут радоваться этой жизни, меньше скулить. Потому что в этой жизни, да, жить трудно, но отказываться поздно. И в этой жизни можно быть либо жертвой, либо добровольцем. Жизнь не всегда, она даёт такое ощущение, вот на, и что ты из этого сделаешь, как ты из этого выкрутишься. И вот принимать как данность, что я могу, я просто тоже точно так же терял возможности. То есть я когда рассказывал, да, я терял настолько здоровье, что я не мог подняться выше второго этажа. То есть до почтовых ящиков, кто живёт в многоэтажных домах, знают. То есть я вот заходил в подъезд, доходил до почтовых ящиков, стоял, отдыхал и снова шёл, и снова шёл. А живу на четвёртом. И вот теперь, когда мы с сыном на перегонки забегаем на четвёртый этаж, я счастлив. Я не скулю, что вот в нашем доме нет лифта или ещё, что жизнь тяжела. Я радуюсь тому, что я сейчас могу. Вот то, что мы имеем, то, что мы имеем, надо ценить. Павел, что-то ещё хотели бы сказать? Да я по поводу того, что вот кого чему нужно учить. У нас, кстати, было две идеи на День слепых, провести две акции. Одна вот жизнь с закрытыми глазами, но это зрячих людей, чтобы они почувствовали. И вторая акция называлась «Вместе, а не вместо». Это когда нужно было какие-то условно конкурсы, мы придумали, всю эту программу сделали, не нашли добровольцев, которые могли бы принять, ну и спонсоров, конечно. Соответственно, команды хотели набрать несколько команд, в которых количество зрячих какое-то и некоторое количество незрячих. И вот этой команде целиком нужно пройти какое-то там, я не знаю, испытание. То есть нужно найти, во-первых, способ коммуникации, как объяснить незрячим, что нужно сделать, как нужно сделать, как им всем вместе нужно пройти. И в целом, как бы, вот такое получилось беззрелище. Ну вот пока это только идея. Я думаю, еще все впереди. Может быть, когда-нибудь сделаем. Нам нужно заканчивать. Вот «Позитивное» пишет в чате. Интересно посмотреть на реакцию человека, который был с детства незрячим, когда его наконец-то вылечили, и он открыл глаза. А вообще-то это, конечно, очень страшно. Но те, кто это принял, должен, здесь это слово уместно пишет, позитивное, верить и надеяться. Поддержка близких очень важна. Спасибо вам за акцию, Павел. Я прожила пять минут в квартире и не выдержала минуты на улице. Имеется в виду с закрытыми глазами. Ну что ж, спасибо большое, прежде всего, нашим сегодняшним гостям. Спасибо, Павел. Спасибо, Дмитрий. Удачи вам. И, Алексей Васильевич, вам тоже спасибо. Приходите еще. Хорошо. Всем слушателям спасибо, что были сегодня с нами. До следующего понедельника. Счастливо. Счастья.